Перефразируя Хантера Томпсона, можно сказать, что уроки игры на губной гармошке самое ужасное и безответственное, что есть в уроках по игре на каких-либо музыкальных инструментах, но рано или поздно мы до этого и докатимся. И я на днях до этого докатился. В том плане, что губная гармошка у меня достаточно давно была, наверное, больше восьми лет даже, и в каких-то записях я ее даже использовал, и когда-то даже чуть-чуть подучился, чтобы какие-то простые мелодии, сочиненные в голове, наиграть, которые звучали буквально каким-то вкраплением в обработке, в композициях. И тут меня дернуло немножечко вспомнить, как вообще на ней играть, и как на ней подкачивать скилл, и я решил просмотреть несколько видеоуроков на ютюбе по этой теме. И вот эти замечательные комментарии учителя игры на губной гармошке, типа вот тут держите мясцом, вот эту дырочку языком, и все такое прочее. Вот на гитаре таких аналогий нет. И на фортепиано таких аналогий нет, и даже на барабане таких аналогий нет. На других духовых инструментах, ну типа трубы, я как бы другого ничего в руки не брал. Ну, это все очень далеко. Но вот почему-то именно видео и аудио уроки игры на губной гармошке, то ли я такой испорченный человек, но просто зашкаливают своей восхитительной терминологией и подачей. Вот такая замечательная маленькая история.